Ёшкин кот, чуваки, вы чего? Ну это какие-то эти стервятники просто. Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». У нас всё выходит. Держу кулачки. Это не кулачки, Катя. Ты показала это пальчики крестиком. Меня зовут Лика Гремер, а это... Катя Крангалов. Привет! Весь первый сезон мы рассказывали о том, как мы строим свой бизнес, студию подкастов «Либо-либо», но с тех пор всё изменилось. Мы находимся посреди неизвестности. Непонятно, что будет, какие планы строить на основании каких вообще предсказаний и обстоятельств. Никто ничего не понимает, и наш весь сезон будет посвящён тому, как люди вертятся, чтобы сохранить свой бизнес. Ну и о том, как карантин и кризис меняют работу и отношения людей на работе. Но какая-то, какая-то стабильность в нашей жизни, например, всё-таки есть. Видимо, поэтому мы всё ещё смеёмся. Потому что у нас есть наш партнёр «Точка». «Точка» — это банк для предпринимателей, который помогает бизнесу со всем, что важно, и с бухгалтерией, и с валютным контролем. И сейчас одно — не выходить из дома. И с этим тоже помогает наш партнёр «Банк.Точка». Да, потому что счёт в «Банке.Точка» можно открыть, не выходя из дома, за 20 минут. Ровно столько, сколько потребуется, чтобы дослушать наш подкаст до конца. В прошлом выпуске мы говорили с разными предпринимателями, которым теперь необходимо адаптироваться к новым правилам, к новой действительности. В том числе там был Борис Дьяконов, глава «Банка.Точка», который призывал адаптироваться под ситуацию и называл это созидательным бунтом, что теперь нужно просто работать ещё больше по новым правилам. И мы стали думать, не нужно ли нам срочно что-нибудь перепридумать тоже у нас. И мы несколько дней про это думали, предлагали, спорили. Я, например, убеждена, что нам нужно обязательно что-то придумывать. У меня даже есть по этому поводу пара хороших идей. Да слышала я уже эти твои пару хороших идей. Нам делать пиво нелепо, потому что не то, чтобы бизнес не удался. Пиво-то, когда твой бизнес идёт вниз. Наш бизнес не идёт вниз, чтобы нам думать, как нам срочно переобуваться. Это нелепо, это идиотская затея. В смысле, нам нужно бы взять, собрать наши все подкасты, сделать приложение либо-либо, и сейчас его сделать бесплатным. И сказать, все скачивайте, мы все наши подкасты можем послушать, а потом, когда всё устаканится, делать его платный. Ну, а я считаю, что это бред. Если ты делаешь трусы, тебе не надо придумать онлайн-курс, как надевать трусы. Ты делаешь трусы, это ценный товар. От того, что кризис случился, людям не перестали быть нормой трусы. То, о чём я говорю, это способ зарабатывать не с рекламодателей, которые от нас уйдут, потому что они порежут свои маркетинговые бюджеты, а с пользователей. Это наш основной или один из основных источников дохода. Так, от того, что ты сейчас засунешь всё в одно приложение. Мы деньги будем таким образом получать не с... Когда? Когда-нибудь. Вот я хочу, чтобы когда-нибудь это всё закончилось. Так это постилочка. Мы себе постилочки. Не понадобится, не будет больше. Мы с тобой не для того строим бизнес, чтобы у нас были подстилочки. Think big, big. Подожди, бегать big с голой жопой не очень комфортно. Но мы производим трусы, как у нас для этих случаев. Нет, то, что мы производим, не трусы. Подкастом ты как бы попу не подотрёшь. То есть в своём другом бизнесе, Катя, ты как бы считаешь, что нормально реагировать, придумывать что-то новое и адаптироваться. А тут, тебе кажется, что не надо. Ведь у нас – это не то, что у меня есть в другом месте. Пойми. Так вот, говоря о моём другом месте, о другом стартапе, о Kids Out, там мы как раз совершаем некоторый небольшой переворот, немножко похожий на всё то, что делают другие, а именно мы попытались перейти в онлайн. То есть у нас появилась услуга онлайн-бэйбиситера, потому что огромное количество детей оказались заперты дома с родителями. Родители не могут работать, а всем нужно работать. Родители не могут позвать бейбиситера, потому что это небезопасно для кого-то. Но при этом затыкать ребёнка Ютьюбом всё время не хочется, и есть возможность позвонить бейбиситеру, и он поиграет в шахматы, расскажет сказку и сделает много чего другого. То, что ты называешь разворотом или пивотом, не является разворотом. Это просто естественная реакция, это немножко ситуативный маркетинг, это попытка отреагировать на происходящее и сохранить всю аудиторию твоего бизнеса. Вот это что. Вот нам недавно написал человек из свадебного агентства, и они тоже пытаются взять и сделать этот первый, самый быстрый, инстинктивный шаг, перевести всё в онлайн, но как это сделать, совершенно непонятно. Меня зовут Владимир, я последние 10 лет организовываю людям свадьбы и делаю различного рода мероприятия. Что у вас вообще происходит сейчас со свадьбами во время карантина и с вашим бизнесом? Сколько отменилось у вас заказов? Не отменилось ни одного, они перенеслись. Сейчас нам говорят о том, что мы не уверены, что всё будет ок, поэтому мы не можем сейчас всех подтвердить. Давайте мы останемся в подвешенном состоянии до разрешения ситуации. Вот у вас был какой-то, наверное, бюджет, вы как-то планировали жизнь своей компании, и что теперь? Теперь надо надеяться на лучшее. У нас есть ряд предоплат, и, естественно, все агентства живут в том числе на предоплатные деньги, которые просто сейчас находятся в подвешенном состоянии. Мы приняли какие-то меры, а именно перейти на сторону обучения невест организовывать свадьбы самостоятельно. Обучение невест чему? Организовать себе свадьбу самой. А подождите, обучение женихов организовать себе свадьбу? Ну, женихи обычно, обычно очень мало участвуют. Когда на обсуждение приходит пара, то пара – это обычно невеста и мама-невеста. Очень редко, когда пара – это невеста с женихом. Такое ощущение, что за последние несколько недель все бизнесы превратились в онлайн-образование. Я не понимаю, зачем и кому нужно столько образовываться. Я не верю в то, что нужно столько онлайн-образования для взрослых людей, но я очень верю в то, что сейчас будет, и чем дальше, тем больше будет востребовано образование для детей, для школьников и так далее. Потому что вот я просто испытываю эту панику от того, что я понимаю, что мои дети сейчас просто полетели мимо школьной программы, и как бы они не придумали все это дистанционное обучение, оно не будет работать. Я хочу включить своим детям какой-нибудь курс по истории, по биологии, по литературе, чтобы они послушали клевого учителя по истории у себя в ушах, а не где-то там в конференции пытались втридцатером послушать своего школьного педагога, который не привык с этим работать, который не понимает, как ему взаимодействовать с людьми онлайн. А я больше не могу включать своему ребенку. У него уже футбол, у него музыка по зуму. Мы все, значит, сидим, обложены этими бесплатными коллекциями музейными. Все уже просто сыпется. Лекции, лекции, лекции. Поймите, у меня нету улицы, у меня нету работы больше, у меня нету друзей, у меня мамы нету. Можно мне хоть какой-нибудь в жизни кайф, а не образовывать меня? К чему мы стремимся? Мир закончился, каким мы его знали. Я хочу словить кайф. Меня зовут Дмитрий Колодин. Я представляю компанию Порнхаб в России. Он долгое время работал в авиасейлсе, занимался. Это знаменитая реклама по поводу развода Брэда Пита и Анжелины Джоли, что за детьми, такими же, как у них, вы можете сгонять в Эфиопию всего за 20 тысяч рублей. Да-да-да, но сейчас Дима работает в Порнхабе и является его единственным представителем в России. Тут должны раздаться жидкие аплодисменты, потому что все руки, видимо, заняты. Порнхаб отменил плату за премиум-аккаунт по всему миру. Скажем так, мы подарили целый месяц бесплатного премиума тем, кто вынужден самоизолироваться дома ввиду неблагоприятной ситуации, вирусной. А какие неудачные примеры ты знаешь, когда люди пошутили не вовремя? Ну, или когда люди пытались ситуативно пропихнуть свой товар, тогда, когда это было ужасно некорректно или неуместно, или нескольких. Практически каждый раз, когда вы видите, как бренд пытается в ситуативный маркетинг, это как минимум не смешно чаще всего. Часто не к месту и вообще. Я не знаю, честно говоря, так вспомнить не могу. Меня задевают посты тех людей, которые в рамках вот этого ситуативного маркетинга пытаются предложить свои услуги тем, у кого и так все рухнуло. И делают это не всегда как-то выверено точно. Например, мои друзья из сервиса Кьюби, которые занимаются хранением, написали, типа, чуваки, если у вас разорился бизнес, звоните нам, мы заберем на хранение ваши вещички. И ты думаешь, ешкин кот, чуваки, вы чего? Ну, это какие-то эти стервятники просто абсолютно. Да, на самом деле это обычный пример ситуативного маркетинга. Ну, подожди, это когда тебе говорят, мы вам нужны, мы вам нужны, мы как... Это знаешь, как... Ну, Порнкап говорит то же самое, просто это выглядит более нажористо и смешно. Ты в маркетинге самое важное это интонация. Ну, хорошо, давай у чуваков спросим, почему они решили так это написать. Меня зовут Миша Семенов и я делаю Кьюби, сервис хранения с доставкой для людей и бизнеса в Москве. Мы забираем любые вещи, увозим к себе на склад, храним там сколько потребуется, фотографии всех вещей сгружаем в личный кабинет на сайте, потом по запросу возвращаем любую вещь обратно. Слушай, вы написали пост, в котором есть такие слова. Вот то, где мы можем быть полезны. Если вы перешли на удаленку, вам нужно быстро куда-то деть вещи, чтобы сэкономить на аренде. Мы быстро вывезем их на красивый охраняемый склад. Если вы закрыли корнер, кафе, кофейню до лучших времен или пока ищите новую локацию, пожалуйста, сейчас заберем, а как найдете, быстро вернем и соберем на новом месте. Если вы надумали продавать оборудование или куда-то деть сезонное, то мы разместим все на складе. Также можем помочь с продажей. Скажи мне, это для вас ситуативный маркетинг? Вы решили показать товар той стороной, который может быть полезен для тех, кто сейчас падает? Или это пивот? Я не могу сказать, что это пивот в чистом смысле. Мы действительно можно назвать это ситуативным маркетингом, потому что мы получили несколько запросов на те кейсы, которые ты только что перечислила и поняли, что это можно раскачать в текущей ситуации. Нужно продвигать как услугу для людей, которым мы можем здесь как-то помочь. Чтобы они, например, не выкладывали оборудование на авито за полцены, потому что сейчас рынок упал. Просто сдали его нам на пару месяцев за небольшие деньги и продали потом. Если пойму, что им больше оно действительно не нужно. Слушайте, с одной стороны, то, что вы делаете, это очень разумно и расчетливо, потому что спрос на это есть. С другой стороны, я вот когда читала ваше сообщение, мне было ужасно грустно, потому что на самом деле вы сейчас зарабатываете на тех, кто разоряется. Вы-то сами по этому поводу что думаете и испытываете? С одной стороны, у нас много знакомых предпринимателей, и мы стараемся всем помогать и давать максимально гибкие предложения, начиная от отсрочки в платеже на один-два месяца, если мы подписываем контракт сразу на несколько месяцев, и заканчивая какими-то гибкими условиями с точки зрения самовывоза, самостоятельной доставки на склад, любые кейсы мы здесь рассматриваем действительно с позиции того, что мы хотим помочь предпринимателям и действительно получить интересные кейсы в копилку. Я все-таки верну свою грустную метафору. А мне нравится Мишин ответ. Мне нравится Мишин ответ, но я все равно очень грущу за всех этих людей, которые неизбежно сейчас воспользуются Мишинами услугами, и все время думаю, вот вам же надо как-то этих клиентов находить, да? Вам нужно каким-то образом донести. Работаете ли вы как похоронные агенты, которые смотрят объявления банкротства и звонят, алло, вы разорились? Мы знаем, куда вам деть ваше оборудование. Да. Спасибо, Катя, что ты произнесла это похоронные агенты. Вот как вы находите этих клиентов? Логика с похоронными агентами, к сожалению, работает плохо, потому что обычно, когда люди уже разорились, звонить им поздно. Опять же, с точки зрения, что денег у них уже нет. Ну, в смысле, если вы знаете, что сейчас ваши услуги нужны всем маленьким кофейням, особенно тем, которые работали в больших бизнес-центрах, то вы, наверное, можете обзвонить их и сказать, чуваки, идите к нам, у нас специально для маленьких кофейн скидка. Да, да. Лик, ты сейчас вопрос задаешь или подаешь идею? Хорошая идея. Воспользуемся, конечно. Но в целом мы действительно делаем похожий образом. То есть, да, как бы, я говорю о том, что мы стараемся подходить как можно раньше по цепочке и приходить к людям, которые уже разорились и уже там распродают все, просто потому, что им нужно закрыться с минимальными убытками. То есть летаете, как коршуны над полем боя? Мы заранее нам пытаемся какие-то кейсы продвигать в СМИ, опять же, или в альтернативах типа подкастов. Такое тоже сарафанное радио, которое распространяется. Мне очень понятно это смущение и вот эта быстрая реакция, которая привела к тому, что Миша придумал рекламировать себя через разоряющиеся бизнесы. Потому что сейчас ситуативный маркетинг и этот пивот, они смешались в какую-то кашу. Ты понимаешь, что все рушится, мир рушится, кризис, коронавирус, карантин, все вместе, и тебе надо предпринять очень быстрый и верный шаг. Может быть, ты успеешь сделать несколько, и ты от этого напряжения совершаешь первый рывок, первая естественная вещь схватиться за разоряющихся, за онлайн, за что-нибудь, быстро сделать, потом догонять продуктом. Знаешь, есть такая книжка «Поспешишь людей, насмешишь». Почти, да. «Думай медленно, решай быстро». И это ровно та ситуация, в которую сейчас все попали. Сейчас совершение этих необдуманных, суетливых шагов ни к чему хорошему не приводит. Тут прям важно сесть, подумать, посчитать и только потом действовать. Классная идея, Лик, только времени у людей нет на это. Мне кажется, это очень сложно замереть, когда что-то ужасное происходит, и не принять первое естественное решение все перевести в онлайн. Вот Михаил Кнеллер, который делает «Умную Москву», это детские научные лаборатории, где дети проводят опыты вместе со студентами. Он, когда все у него порушилось и за несколько дней остановились продажи, смог, во-первых, отказаться прийти к нам и рассказать о том, как у него все рушится. Это первое уважительное свойство его. А второе, что он несколько дней думал и потом действительно отказался от естественного решения перевести в онлайн-лекции и сделал новый продукт и согласился на третье. Меня зовут Миша Кнеллер, я сооснователь и генеральный директор проекта «Умная Москва», который мы в последнее время именуем «Умные города», потому что у нас 36 городов. И мы делаем, а точнее делали до недавних пор детские интерактивные программы по естественным наукам, по химии, физике, биологии, географии и медицине. Дети к нам приходили на двухчасовые программы, перемещались между разными лабораториями, выполняли эксперименты вместе с ведущими. Ведущие – это студенты, аспиранты, выпускники Московского университета и других ведущих вузов, готовящих по этим специальностям. Неделю назад мы звали тебя на запись первого нашего выпуска, чтобы рассказать о том, что происходит с оффлайновым бизнесом, который построен на том, что люди куда-то приходят и что-то делают, и ты категорически отказался и сказал, что прийти не можешь. А сегодня у тебя другой бизнес, и ты пришел. Да, я, к сожалению, были прям безумно тяжелые дни для нашей компании, как, в общем, и для всего ивент рынка, потому что в какой-то момент люди просто перестали покупать билеты. В день у нас обычно покупали на 100-150 тысяч рублей. Билетов потом эта сумма там упала до 30-40 тысяч, и вот 16 марта она просто упала до нуля. В офисе у нас уже к тому моменту третий день шла реализация плана Б. Стали обсуждать, ну, изначально два варианта. Первый вариант – делать что-то в онлайне, как сейчас поступают практически все детские проекты. А второй вариант Да, второй вариант мы рассматривали как раз с оффлайновой, с доставкой, потому что мы вообще компания оффлайновая, такая немного даже старомодная. Мы занимаемся естественными науками, естественные науки – это эксперименты, эксперименты надо делать ручками, чтобы их понимать. Ну, то есть вы делаете такие экспериментальные шоу, в которых участвуют дети, они приходят и могут руками потрогать науку. Там участвуют дети, да, и участвует огромное количество всякого оборудования. То есть каждая наша программа это такая примерно газель ящиков со всякими микроскопами, химической посудой, медицинскими макетами и так далее. Делать то, что вы делали обычно, в нынешних условиях невозможно. Конечно. Стали рассматривать вот два варианта и выбрали из них тот, который связан именно с доставкой, потому что нам кажется, что онлайна сейчас очень много, очень качественного и бесплатного, и заработать на этом сейчас невозможно, да и неправильно, наверное. Но при этом есть потребность, дети – это дети, им руками нужно что-то делать, и нам кажется, что эта потребность остается. И вы перевернулись, переобулись и стали компанией, которая продает домашние научные квесты. Да, вот ровно неделю мы именно такой компанией и являемся. Насколько у вас сегодня идут продажи? Сегодня они идут у нас примерно на треть от того объема, который нам нужен. То есть на 50 тысяч? Да, примерно 50 тысяч. Ну, это по Москве, да. Ты планируешь отскочить как бы до стартовой точки дохода? Планировать сейчас вообще очень трудно. Неделю назад мы лежали с мокрой этой марлевой повязкой на голове и думали, а вообще спасите, помогите, да. Сейчас мы начали что-то делать. Я бы сказал так, я надеюсь. Понятно, что огромное количество расходов у людей сокращаются, да. Сократились расходы на зарубежные поездки, сократились расходы на кино, рестораны, фитнесы и так далее. А свободное детское время только увеличивается. Да, вот дети-то, они все равно есть, и все равно их чем-то надо развлекать. Мне кажется, что там у какого-то лего сейчас продажи скорее подскочат. Я не знаю, мои дети полностью завалены этими зум какими-то инструкциями. Школа просто психует и рассылает какие-то бесконечные инструкции, где, в каком электронном дневнике ты должен сидеть, смотреть и что-то загружать. И единственное, что, конечно, очень хочется не онлайна, потому что количество зума в нашей жизни в один день выросло просто в десятки раз. Потому что, когда ребенок там в три или в четыре дня встает от этих безумных уроков, ему надо что-то, какую-то другую активность. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. В прошлом выпуске еще мы дали одно важное социальное обещание, что мы будем звонить Даше Сонькиной и спрашивать у нее, как дела. Даша Сонькина – это предпринимательница. Она была в первом выпуске второго сезона нашего подкаста. Она занимается производством и доставкой выпечки и собиралась открыть кофейню. Но за первые четыре дня карантина оборот ее бизнеса упал в два раза. И он продолжает падать. Неделю назад Даша сказала нам, что не знает, как будет платить зарплату в конце месяца. И так как в похожую ситуацию попали многие предприниматели в мире и в России, мы придумали Дашин индекс. То есть раз в неделю мы будем звонить Даше и проверять, как у нее дела. Ну скажи, прошла неделя с тех пор, как мы с тобой разговаривали. Что у тебя изменилось вообще? Когда я приходила к вам, у нас был спад опы на 30%, на этой неделе еще на 30%. Ну то есть получается, что всего опыта упало на 60%. А про следующую неделю у меня даже страшновато думать, потому что, собственно, все кофейни, в которые мы поставляем, почти все, они закрываются. Единственное, что не закрываются кофейни, которые находятся в клиниках, и вроде как не собирается закрываться еще одна небольшая сеть. они просто собираются работать на доставку. То есть они не будут пускать людей в помещение, а будут им кофе, наверное, выносить, я так предполагаю. С розницей было совсем плохо, стало чуть получше за счет всяких репостов моих текстов и так далее. Ты написала пост про то, как сейчас живет малый бизнес, и тебя стали все расшаривать, и подбадривать, и призывать покупать, и заказывать, да? Да, меня стали расшаривать, плюс еще написала про нас с Аленой Владимирской, но она на прошлой неделе, по-моему, писала пост о том, что она готова поддерживать малый бизнес вот в течение всей этой истории с коронавирусом. Типа, напишите мне на почту про себя, и я, значит, вас поддержу. Вот, я ей написала, и она прям мгновенно ответила, что там, типа, напишу про вас на следующей неделе. И она написала сегодня. Начали сыпаться заказы, но это уже смешно, но грустно вообще. Короче, прикол в том, что мне сейчас позвонил сотрудник ночной смены, который должен был вот все эти заказы, там на пирожки какие-то бесконечно, печь вместе со своим коллегой. И сказал, вы знаете, Даша, у соседа случился пожар, и мы не можем зайти в цех. Господи. Потому что все в дыму. Да. Вот, я думаю, господи, ну там просто вот в дыму моя прибыль и зарплата моих сотрудников, часть которой мы должны были получить вчера от заказов. Но я надеюсь, что там сейчас все проветрят, и я надеюсь, что там все-таки не так все серьезно, и они смогут отработать ночь нормально, и мы развезем все эти заказы. Ну, а вообще розница тебе удалось чуть поднять? Слушай, она потихонечку поднимается. У нас вот начали заказывать наш оптовый ассортимент в розницу, ну, то есть там всякие супы, горячие салаты и сырники. И люди пишут, что классно, вкусно, хотим еще. И это, конечно, очень приятно и обнадеживает. Ну, то есть морально это как-то поддерживает. Финансово пока что ситуация никак не выровнялась, но странно этого ожидать, потому что на это уйдет какое-то время, конечно. Но я, честно говоря, очень надеюсь, что вот следующая неделя будет прям супер дном, а дальше все пойдет расти обратно. На этой оптимистичной ноте, да, попрощаемся, я тебе перезвоню через неделю. У тебя есть понимание, что мы придумали нового для себя благодаря кризису? Как мы изменились? Что мы сделали? Кроме того, что мы быстрее побежали и стали отвечать на большее количество сообщений в день. Потому что у меня есть ощущение, что я сижу и отстреливаюсь, как в окопе, потому что почему-то всего стало больше. Послушай, пока мы с тобой сидели, следующую неделю Владимир Владимирович Путин объявил нерабочий. Тот факт, что мы вообще работаем, я считаю, уже большое дело. То, что мы закупили 15 диктофонов, 15 коробок с аксессуарами, у каждого ребенка из нашего подкаста теперь есть свой диктофон, свое умение записывать себя в любой точке, на расстоянии друг от друга, хоть за десятки и сотни километров, говорит о том, что мы хорошо, быстренько адаптировались. И теперь не надо суетиться чересчур, не надо... Мы сейчас сделаем один переворот, через неделю другой переворот, давай, а мы будем при... Это называется акробатика, понимаешь? Там, где крутят сальто все время. Я как раз предлагаю подумать, что всерьез мы можем сделать, как всерьез мы можем использовать эту новую возможность. Может быть, нам надо не пиво придумывать, а скорее забрать все деньги, которые можно забрать, и продать рекламу в те подкасты, которые мы собираемся запустить. Потому что маркетинговые бюджеты схлопываются, и ситуативного тоже не остается. И наша задача каким-то образом на существующих подкастах выехать в новое светлое будущее, когда все станет снова классно. Ну да. То есть наладить продажи. Нам нужно провести ревизию того, все ли у нас продано, что можно продать. Так ли мы продаем все, как надо продавать. Тому ли мы продаем, кому надо продавать. И забрать все те деньги, которые можно еще забрать, пока они хоть у кого-то есть. И давай сделаем это в ближайшую неделю, нерабочую. Если вы хотите следить за тем, как мы с Ликой вертимся, чтобы выжить, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Инстаграме, подписывайтесь на наши каналы в iTunes, в Spotify, CastBox и Яндекс.Музыке. Оставляйте там комментарии. Это очень важно, потому что не только мы узнаем, что вы нас слушаете, но многие другие с помощью ваших оценок и отзывов узнают о нашем подкасте. Мы сделали этот выпуск вместе с редактором Дашей Черкудиновой, продюсером Юлией Яковлевой и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Пожалуйста, если у вас есть истории о том, как выживает или не выживает ваш бизнес, присылайте их нам на адрес подкастсобакалиболибо.ру или нашему либо-либо боту в Телеграме.